Продолжаем матч с тем же соперником, Испанка. Так, то есть соперник готов повторить Маршала, а я, пожалуй, не... Или пойти еще раз, просто с той целью, чтобы показать, как нужно нормально играть чертами в этой схеме. Наверное, так и сделаю. Следующий партий, если мы продолжим матч, будет уже Архангельский. 9-1, 2-0, ну, видимо, опять Маршал. Да, Маршал состоится. И здесь я, конечно же, не буду допускать той самой грубой ошибки в дебюте. На ФР3 отвечу Владея Уси. Да, слон Е3, но это уже совсем другое дело. То есть, это, получается, есть в теории, и у Черных здесь не так плохо. Проблема в том, что я все равно ничего не помню. Почему, например, нельзя взять на Д3, не совсем понятно мне. Видимо, просто конь Д2, а белые подразобьются, и у меня не будет никакой инициативы. Но это можно пережить, если так. Что еще черные могут терять? Могут терять ФР4, Ж3, ФР3. Хотя в этой редакции это не выглядит убедительно. Да, слон Е3. Ну ладно, возьму пешку. Конь Д2, да. Белые просто развиваются. Так, в общем, в следующей партии Ялда будет Архангельский, потому что это довольно скучная позиция. И у белых, мало того, что она довольно скучная, у белых еще и неплохие шансы в ней. То есть, еще раз в нее я, пожалуй, не пойду. Хочу взять на Е3. На Ф7 теперь защищено. А два слона дороги не валяются. Да, поэтому слон Д4. Да, на самом деле-то объективно, видимо, ничего нет у белых. Но все равно характер борьбы мне здесь не нравится. Так, может быть, у белых есть небольшой перерез все-таки. Он идет на Е4. Непонятно. Ладно, сыграю Ф7. Сильно плохо быть не может. Правда, белые ответят уже 3 или H3. И все равно конь идет на Е4. Чуть-чуть активнее белые фигуры. Может быть, уже готов забрать на Д5 мой соперник. Ладно, времени нет. Просто поставлю фигуры по центру. Не уверен, что найду нужное мне количество компенсации за пешку. В случае, если белые просто заберут. У НЕ4 тоже хороший ход, но здесь черные просто уплотнятся. И вроде бы страшных бед произойти не должно. Если я, конечно, сейчас грубо не зевнул. А я, видимо, грубо зевнул. Потому что есть ход слон Д5 и на ЦД коне Ф6. Да, но тут соперник, к счастью, не видит тактической идеи. А она явно проходила. Да. С этого сыгра на конь Ц5. Так, ладно. Возьму. Мне совершенно не нравится количество тактики, которую я зеваю. Попытаюсь поэтому минимизировать потери от собственных просчетов. Просто поменяю ферзей. Белых, конечно, лучше за счет двух слонов. Но у черных стабильный конь на Д5. Шансы на ничью должны быть очень хорошими. По позиции. По времени у меня, как обычно, на минуту меньше. Двойное взятие на Е8, потом на Д5, конечно, не работает. Потому что там слон Е4 в конце. Но так черные консолидируются. Кайни-мея, в некоторой степени. Готов поставить короля на Ф7. После этого предложить размены легких фигур. Может быть, надо сразу предлагать размены уже. Ладно, не буду пока ладья на Д1, скорее всего, будет сыграно. Я тоже попытаюсь сдвоиться. Нет, А4. Ну ладно, тогда сразу предложу размены. Времени мало. Вроде черные раскручиваются, а получается равная позиция. Да, правда, СС-2 хороший ход. По обои СС-4. Ладья Е7. Так, я хочу сказать, что Ладья Е7, КГ6. Ну, конечно, так и надо было с первой игры, потому что мне пришлось бы отвечать КГ8. Ладно, возьму. Да, но с 15 секундами тут никаких шансов. Тем более, у белых объективно чуть-чуть лучше. Ну и времени у меня нет. Может быть, удастся вынудить какие-то за оставшееся время какие-то выгодные изменения для себя. Если честно, я в этом сомневаюсь. Ну да, позиция, конечно, ничейная, несмотря на двух слонов и белых. О, одного слона поменял. Не уверен, что это правильное решение, но это увеличивает мои шансы на флажке. Да, это, конечно, хороший ход. Не надо было пропускать. На пешку Б. Да, ну это явно не туда. Хотя, КГ6 вернется. Какой-нибудь и один есть. Времени нет. Очень приветствую размены. Отлично. Может быть, успею. За 0,7. Делать ничью. Почему-то не захотела моя мышка исполнять ход короля в 3. Это немного обидно, но мы продолжим матч с нашим соперником в следующей партии. Спасибо.